ЧП с участием женщин в мышке не пассажирка парома спрыгнула с него прямо на ходу, а в Ярославле санитары избили пациентку в психиатрической больнице. На Камазах и Уралах в Ярославле впервые прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарной машине. Расскажем, кто вошел в тройку лидеров. Престольный праздник Святой Обители Толги исполнилось 707 лет. Божественная литургия прошла на Соборной площади под открытым небом в алтаре 10 иерархов РПЦ. Вторая победа с ярославским Роналду Борис Неконоров продолжает помогать российской сборной набирать очки и выигрывать матчи чемпионата мира по пляжному футболу. Здравствуйте! В эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Наталья Пионова. Выжить удалось только чудом. В ярославском сегменте «Рунета» появилось видео ЧП, произошедшего на «Волге». На кадрах женщина прыгает в воду прямо с парома, следовавшего из Мышкина. Мужчина в спасательном жилете пытался остановить пассажирку, но не успел. Те, на чьих глазах все случилось, пишут в социальных сетях, что на пароме находилась цыганская семья. Во время ссоры женщина и решилась на отчаянный шаг. Она оказалась под огромным судном, но выжила удивительным образом. Даже не травмировалась, как комментируют произошедшие ярославцы в «Рунете». Видимо, ее время на земле еще не вышло. Депздрав проверит сотрудников Ярославской психбольницы. Об этом городскому телеканалу сегодня сообщила пресс-секретарь департамента Ольга Силина. Свою проверку инициировали региональное управление следкома и областная прокуратура. Повод – видео, появившееся в социальных сетях. На кадрах специализированная бригада прямо в лифте избивает пациентку, которую забирает из дома для госпитализации в психиатрическую больницу. Это произошло во Фрунзенском районе Ярославля. Причем мужчины начинают наносить удары в живот и по голове сразу после того, как закрываются двери лифта, за которыми стояли люди. Как отметили в Депздраве, пациентку после ЧП осмотрели терапевт и невролог. Соматическое состояние не вызывает опасений медиков. Проверяются все обстоятельства. У сотрудников взяты объяснительные. После выяснения деталей они будут наказаны по всей строгости и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Переславскому лагерю грозит штраф за допуск к работе сотрудников с COVID-19. Заболевание выявлено у четверых. Три дня они контактировали со 115 детьми до того, как получили положительные результаты тестов на корону. Теперь суд вынес решение об административном правонарушении в отношении виновных. Другим темам выпуска спустя полмесяца в Ярославле вновь открыли Добрынинский путепровод. Транспортный поток возобновился сегодня в 5 утра. Напомню, движение перекрывали, чтобы снять динамические нагрузки во время бетонирования дорожной плиты. Сейчас объект функционирует, как и раньше. Подрядчик занимается левой стороной. Как заверяют специалисты, перекрытие путепровода больше не потребуется. В данный момент полностью закончено бетонирование плиты проезжей части. Сейчас ведутся работы по установке барьерного перильного ограждения. Необходимо будет установить, вернуть на место мачто освещение, демонтированное при демонтаже. Также работы по гидроизоляции и установке дешевых. Дальше подготовка асфальта, соответственно укладка самого асфальта, разметка, испытания и пуск движения. Вообще, в целом, если посмотреть по графику производства работ, на сегодняшний день есть опережение графика работ. Подрядная организация к концу сентября, в принципе, есть все шансы выйти на финишную прямую и завершить работу на данном участке. Асфальт на Которсальной набережной в Ярославле прошел испытание. В социальных сетях появилась информация о том, что покрытие на тротуаре просто размазали. Сегодня городская комиссия вместе с подрядчиками и общественниками проверила объект. Его асфальтировку закончили ночью. Как показали исследования, толщина вырубки соответствует ГОСТу и превышает 5 сантиметров. Кроме того, асфальт выдержал испытания на прочность. При визуальном осмотре этих вырубок, толщина вырубок в ГОСТе. В ГОСТе допускают отклонения в меньшую часть на 15-20%. Здесь отклонения практически нет. На сегодняшний день все работы подземные и в устройстве татуара завершены. Ждем поставку осветительных приборов, установим, постараемся к 1 сентября завершить эти все работы. Но тут уже зависит все от поставщика. Ликвидация граффити, несанкционированных свалок, просроченные земельные работы, подготовка ко дню города. Сегодня в мэрии состоялся штаб по благоустройству. В формате рабочего совещания обсудили ряд проблемных вопросов. О чем говорили Александр Захаров подробнее. Ежедневно в Брагине закрашивают по 30-40 незаконных граффити. Они регулярно появляются на фасадах и в арках. И подобные картины во всех районах Ярославля. В связи с этим мэр Владимир Волков поручил разработать документ, который бы регламентировал порядок размещения уличных рисунков. Проект представят через неделю. Во всех районах ликвидируют несанкционированные свалки. Из 41 свалки 40 ликвидировано, процент ликвидации 98. Отлично. Вы же огромную работу делаете. Пусть они знают, слышат и надо о ней рассказывать. Обсудили также просроченные земельные ордера. В некоторых частях города ресурсники не торопятся восстанавливать территорию после ремонта на своих сетях. В настоящее время просрочены ордера 61 штука. Сейчас им будут выставлены предписания по устранению. В противном случае они будут формироваться в пакет документов для наложения на них административных штрафов. Идет в Ярославле и демонтаж старых красных ограждений. Их заменяют на оцинкованные. Вывезено порядка 30 километров заборов. Также за Волгой у Стелы, за Волжский район, то же самое. Есть оцинкованные новые, есть красные. Ну красные срежьте. Он там никакого функционала не несет, а на глаза попадается. Причем вот этот результат работы нам фактически труда никакого не составляет. Эффект жители наоборот вот это как раз оценили, что наконец-то заборы стали исчезать. Идет и подготовка территории ко дню города. Его предварительно назначили на 18 сентября. В первую очередь приводят в порядок центр, делают ямочный ремонт. Инъекционным струйным и инъекционным методом, да. Волжская набережная в том числе, Богоевленская площадь уже отработана. Улицы Первомайская, ну и остальные улицы также обследуем по мере необходимости непосредственно перед проведением мероприятий. В том числе будут отработаны. Среди других вопросов, уборка дорог второй и третьей категории, идет демонтаж незаконно размещенных информационных конструкций, возведение во всех районах города, площадок для выглоса бак. Александр Захаров, Василий Мосин, Новости города. Депутаты подводят итоги. Заместитель председателя областного парламента Сергей Якушев посетил несколько объектов Рунзенского района, где в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» завершился ремонт. Галина Яковлева рассказывает. Еще три социальных объекта Рунзенского района было отремонтировано в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». В спорткомплексе «Молния» произвели ремонт кровли. В детском саду 221 и 78 средней школе заменили окна. Вместе с руководством и коллективами социально значимых организаций Липовой горы и Дядькова оценку выполненных работ проводят депутаты Ярославской областной думы. В списке Сергея Якушева 17 адресов. Вот мы здесь находимся на объекте, это спорткомплекс «Молния». Мы каждый год практически делаем здесь какие-то работы. В этом году мы делали, оплачивали работу по ремонту мягкой кровли над большими залами. Спорткомплекс «Молния» участвует в проекте «Решаем вместе» 4 года. В прошлом году к депутатам руководство комплекса обратилось после того, как в залах начались протечки. По данной программе мы сделали ремонт мягкой кровли на большом зале. Закрыли технологически чистым, экологически чистым материалом 305 квадратных метров. Следующим этапом должен стать ремонт покрытия в одном из спортивных залов. В детском саду номер 221 в рамках проекта за несколько лет заменили практически все обветшавшие окна. Теперь сквозняки не будут угрожать здоровью малышей. В сентябре руководство детского сада намерено обратиться к депутатам с просьбой заменить освещение на центральной дорожке. Новые оконные блоки стоят теперь и в средней школе номер 78. Далее в планах ремонт фасада. Пока дети отдыхали, школа готовилась к учебному году. Проведены большие ремонтные работы, замена оконных блоков. Губернаторский проект «Решаем вместе» с 2018 года помогает многим учреждениям образования, культуры и спорта постепенно решить первоочередные проблемы, которые в рамках стандартного бюджетного финансирования закрыть не удается. Галина Яковлева, Михаил Орлов. Новости города. Ярославле на улице Нефтяников. Во дворе дома номер 33 появится новый бордер, парковочные места и асфальт. Благоустройство геолокации проходит по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Владислав Старожок побывал сегодня на месте. Уложить здесь придется полторы тысячи квадратных метров асфальта и сделать пандус. Пандус – это занижение, чтобы удобно было войти, видите, людей с коляской, инвалидом, это для удобства людей. Бордюр находится выше асфальта на 15 метров, занижение делается на уровне чуть выше асфальта, чтобы людям было удобно. Демонтаж бордюрного камня и асфальта закончен, новый бордюр привезен. Последней частью работ станет озеленение, установка лавочек и других малых архитектурных форм. Чтобы закончить объект в срок, хватает и людей, и техники. За неделю они прошли определенный объем работ. Осталось выполнить, я говорю, подготовку под асфальт. Есть небольшой участок дренажа для воды, который нужно выполнить. Водотводной трубу они там уложат. Бордюр во дворе выкладывают полукругом. Это помогает не только водителю заезжать и выезжать с парковочного места, но и позволяет воде не застаиваться, а уходить. На глазах, конечно, картина меняется. И я только выношу благодарность, что молодцы наконец-то решили остановить. По мнению жителей, ремонт требовался давно. Говорят, дорогу разбили те, кто пытался объехать пробку на окружной. Раньше здесь стоял шлагбаум, но его спилили. Он закрывал этот двор от машин, которые могли въехать с окружной дороги. Но сейчас рабочие выложат полусферы для того, чтобы машины не смогли заехать и не разбить новую дорогу. В планах закончить все работы в первых числах сентября. Владислав Старожук, Денис Кауров. Новости города. В Ярославле впервые прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарной машине. Среди участников боевые расчеты из областной столицы Рыбинска, Переславля, Тутаева, Гаврилов, Яма. Елена Златоустовская наблюдала. На старте машины исключительно отечественного автопрома. Камазы, Уралы. Все одинаковые комплектации. По 6 тонн воды в каждой. Поэтому возможности абсолютно равные. Внутри боевой расчет водитель и пожарный. Эти соревнования именно для них. Дуэт слаженный, понимая друг друга с полуслова. У нас все представлено, что на пожаре в реальных условиях. То бишь пожарный подъезжает к точке, узкий проезд. Пожарный заворачивает пожарный ствол, подает воду и отсекается время. Управлять такой машиной очень сложно. Да и маршрут не из легких. Эстакада, подъем, остановка и снова в путь. Восьмерка, габаритный коридор, разворот. Ну а чтобы попасть из лафетного ствола в цель, приходится изрядно потрудиться. Поскольку пожарный в это время ничего не видит. Перед ним бликующая водяная стена. У каждого своя тактика, которая безусловно отражается на конечном результате. Побеждает боевой расчет, показавший лучшее время по итогам двух заездов. Самое сложное для нас, наверное, был брод. Впервые такое состязание для нас. Но прошли его легко. Команде УФСИН вообще немало упражнений пришлось проходить исключительно на профессионализме. В реальной службе такое маневрирование случается нечасто. Поэтому что-то получилось сразу, что-то пришлось обговорить перед вторым заездом. В итоге ребята и стали лучшими. На втором месте подразделение из Рыбинска, третья команда из Переславля. Елена Златоустовская, Игорь Мосин, Новости города. В Ярославле отметили 707 лет со дня обретения Толской иконы Божьей Матери. В праздничной службе приняли участие 10 иерархов Русской Православной Церкви. Оно прошло на Соборной площади. Ведь такое количество паломников и туристов, которые приезжают в этот день в обитель, не способны вместить храм и монастыря. О том, как отпраздновали, расскажет мой коллега Илья Барабанов. Колокольный звон ознаменовал начало торжественного дня. На большой праздник в обитель приехало огромное количество гостей, причем даже из соседних регионов. Для паломников это уже добрая традиция. Раз в год побывать в Ярославле, искупаться в Волге, насладиться природой и праздником. Праздник замечательный. Атмосфера просто, просто слов нет. Это радость души, это радость сердца, это много молитвы, это много просек к Матушке Богородице, это ее пребывание здесь, в моей душе. Торжество Божией Матери, я бы так сказала. Потому что обители – это древнее, это впечатление, это красота неописуемая. Приезжали и будем приезжать. Толго святое место. Помогая толке, помогаешь себе. Надо бывать здесь чаще. Но уж в праздник сам Бог велел. Каждый визит сюда, для меня лично, это праздник. В 9 утра в сердце монастыря на Соборной площади Божественная Литургия. В ней приняли участие 10 иерархов Русской Православной Церкви. Те, кто так или иначе связан с Ярославской землей. Никогда, никогда она не оставляет нас. Никогда, никогда она не бывает безучастна к нашим страданиям. Она не бывает безучастна ко всем нам. И потому, наверное, существует во вселенной столько чудотворений. Главная святыня обители, которой и посвящен праздник, толкская икона Божией Матери под особой охраной в кресто-воздвиженском храме. Она бережно украшена гирляндами белых цветов. Прихожане выстроились в очередь, чтобы прикоснуться и попросить о самом заветном. Образ чудотворный. Пределы храма она не покидает, а службу проводят с древним списком с оригинала. Он вернулся в обитель 20 августа. Крестным ходом его доставили по Волге из Успенского кафедрального собора Ярославля. С прибытием иконы в обители и начинается празднование толгина дня. Толга ведь для каждого из нас, она явилась таким каким-то общим домом. Вот все родное, все близкое. А толга это такая квинтэссенция всего. Это такой некий образ материнства и большой-большой любви. Сам по себе монастырь, само по себе место очень благодатное. Когда сюда попадаешь, особенно попадают, когда наши гости приезжают в первый раз, конечно же это незабываемое впечатление. Мне хочется всегда вернуться и хочется пожелать монастырю, чтобы всегда процветал, всегда развивался, всегда были здесь гости, прихожане. А процветает обитель благодаря заботам и трудам сестер. Сейчас их 130. Последние полтора месяца все силы ушли на подготовку к знаменательному дню. В первую очередь это, конечно, продукты. Мы занимаемся сбором чая, собираем 20 видов трав, мы выращиваем в наших монастырских теплицах огурцы, помидоры, разные другие овощи, чтобы сегодня, 21 августа, всех накормить. И, конечно же, мы занимаемся подготовкой территории, ухаживаем за цветами, чтобы в этот день люди себя почувствовали как в раю. Почувствовать себя как в раю можно было и в Кедровой роще. После крестного хода до главной часовни ворот осада распахнулись для прихожан. Илья Барабанов, Екатерина Сысоева, Василий Мосин, Новости города. Возвращаемся в прямой эфир новостей городского телеканала о событиях понедельника. Вместе со мной Наталья Пиунова и рассказывает корреспондент информационной службы. Ярославские педагоги провели августовский педсовет. Здесь и решение насущных вопросов, и установка на новый учебный год, и обсуждение долгосрочных перспектив. Какие изменения ждут ярославские образовательные учреждения, ответ сегодня узнала Галина Яковлева. 200 участников обсудили, как в Ярославской области проходит реализация национального проекта образования. В рамках совещания состоялось награждение победителей всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям» и «Педагог-психолог России». На повестке дня вопрос о оценки качества образования, формирование программы воспитания. Еще одно важное направление – развитие региональной системы, выявление и развитие способностей и талантов у детей. Главная тематика, конечно же, реализация национального проекта образования. Особая тема – это тема воспитания. И это не только связано с тем, что внесены изменения в законодательство, но, наверное, настал тот момент, когда необходимо объединить усилия всех и синхронизировать наши действия в вопросах воспитания. В текущем году ярославские педагоги смогут освоить новые принципы работы. В рамках программы Министерства просвещения России «Учитель будущего» на базе Ярославского государственного педуниверситета откроются новые структурные подразделения, целью которых будет обеспечение эффективного взаимодействия педагогического состава и учащихся, а также возможности совмещать обучение и практику. В этом году будет построен межфакультетский технопарк педагогических компетенций. Он будет оснащен современным лабораторным оборудованием, мебелью, что позволит после его пуска в эксплуатацию, начало работы, позволит общаться всем педагогам Ярославской области, учащимся, ну и, соответственно, профессорству преподавательскому составу. На педсовете награждали победителей и лауреатов всероссийских конкурсов профессионального образования. Всего награды получили 22 человека. Учителя уверены, стать первым в таком конкурсе помогает хорошо организованная работа и поддержка коллег, а также дают высокую оценку потенциалу современных детей. Участие в конкурсе – это не только твой труд, это не только те уроки, которые ты даешь, это помощь товарищей, это советы коллег. Современные дети, они умные, они продвинутые, они в чем-то разбираются гораздо лучше, чем учителя, чем родители, и в чем-то, наверное, даже мы можем у них поучиться. По данным рейтинга Розобранадзора, Ярославская область вошла в пятерку лучших по качеству школьного образования из 85 субъектов. Участники совещания отметили, что это очень серьезное достижение для региона. Галина Яковлева, Михаил Орлов, Новости города. Российская сборная на чемпионате мира по пляжному футболу обыграла Парагвай. После тяжелой победы над Америкой. Встреча прошла на московском стадионе «Лужники». Второй групповой матч для России закончился серией пенальтий и цифрами 5-4 на табло. На счету Бориса Никонорова, которого прозвали Ярославским Криштиану Роналду, один из голов. Всего же у него три мяча нынешнего чемпионата. После двух матчей наша сборная занимает второе место в группе. Ярославский «Локомотив» уступил в первом матче Кубка губернатора Чулябинской области. Встреча закончилась с сухой победой «Трактора» 3-0 по голу в каждом периоде. Вторую шайбу в ворота Ярославцев забросил экс-форвард железнодорожников Владимир Ткачев. Следующая игра «Локомотива» пройдет во вторник с автомобилистом. «Шинник» одержал пятую победу подряд и закрепился наверху турнирной таблицы. В шестом туре второго дивизиона первенства «ФНЛ» черно-синий на своем поле встречались с командой «Волна» из Нижегородской области. Ярославцы открыли счет в первом тайме. На 11-й минуте отличился Вячеслав Зинков. Во втором на 49-й и 69-й минутах Евгений Осипов и Илья Белоус довели до крупного. Итог матча 3-0 в пользу «Шинника». Следующую встречу наша команда проведет на выезде в Подмосковье с Орехово-Зуевским знаменем труда. Нам удалось забить быстрый мяч и потом удаление у соперника. И мы в принципе создавали моменты и хорошо, что довели до такого счета игру. Я вышел на замену и сразу забил гол. Как так получилось? Да, хорошая передача от Самойлова. И я в касание переправил мяч сетку и все. Таким неуловимым движением это отработано? Ну, не сказал бы, что отработанное. Просто так вышло. Ярославич презентовал свой новый логотип. Он представляет собой круг, внутри которого сетка на двухцветном фоне. Белом вверху, переходящем в ярко-красный внизу. Сохранилась цветовая гамма клуба, обозначающая внутреннюю силу, целеустремленность и стойкость. Также добавили главный атрибут игры – мяч. Он в верхней части круга – бело-желто-синего цвета. В середине – плашка с надписью «Ярославич» на синем фоне. В нижней части – надпись «Волейбольный клуб 1991». Это год, в котором команда приобрела профессиональный статус. Время ярославской истории и ее автора Сергея Муравьева. Потрясающая новость! В магазине «Мир мужчин» скидка до 50% на все. Стильные костюмы. Двойки и тройки. Огромный выбор курток и пальто. Универмаг Ярославль, второй этаж. После Октябрьской революции 1917 года, несмотря на уважение новой власти к творчеству Николая Алексеевича Некрасова, судьба дворянской усадьбы в Карабихе была далеко не радужной. К счастью, имение избежало участи Пушкинского-Михайловского, разграбленного и сожженного крестьянами в 1918 году. Преобразования начались сразу после национализации всего усадебного хозяйства. В 20-х годах на Карабихских землях был создан промсобхоз с чисто некрасовским названием «Бурлаки», а при нем на базе старых винокурен спиртзавод «Пролетарий», где продолжали трудиться местные крестьяне. В главном здании сначала разместился дом отдыха, потом туберкулезный санаторий, а в 30-х годах детский дом, просуществовавший в усадьбе до середины 40-х годов. Еще до Октябрьского переворота в 1917 году в усадьбу на лечение прибыл с фронта средний сын Федора Некрасова, брата поэта, военный хирург Владимир Федорович. В 1919 году он продолжил служить в уездной больнице и на своем участке возглавил борьбу с эпидемией сыпного тифа, вспыхнувшую в Ярославле. Любовь и уважение советской власти к великому поэту сказалось и на близких родственниках Николая Алексеевича. Супруга брата Федора Наталья Павловна с дочерями Елизаветы и Анастасией получили охранную грамоту. На территории усадьбы им был выделен так называемый «зеленый домик», в котором Наталья Павловна прожила до самой смерти в 1928 году, а племянница поэта до конца 60-х. Больше всего после 1917 года досталась церкви иконы Казанской Божьей Матери. Ее хорошо видно на этой старой фотографии. В 1929-м храм был закрыт, а последний священник убит вчерашними прихожанами, превратившимися в воинствующих атеистов. Опустевшее здание церкви заняли сначала хлебопекарня, потом кухня, кузница, столовая, сенной склад, а перед самой войной рабочий клуб. Именно здесь, где в послевоенные годы собирались любители театра, началась творческая биография будущего народного артиста СССР Олега Борисова, отец которого занимал должность директора техникуму в Карабихе. По воспоминаниям актера, главной его ролью осталась самая первая сыгранная в клубе при храме иконы Казанской Божьей Матери. В 50-е годы церковь полностью разобрали. Теперь на этом месте проходит ежегодный некрасовский праздник поэзии. А на месте церковного кладбища осталась только могила Федора Алексеевича Некрасова. После 1947 года в усадьбе полным ходом начались реставрационные работы. И, наконец, к 150-летию поэта в 1971 году имение Некрасовых приняло почти дореволюционный облик. Теперь к погоде в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири. Аномальная жара до конца недели. В северной столице похолодание и дожди. В Коми сильное похолодание. А на Брянщине погода совершит крутой поворот на осень. Что во вторник в Ярославле? Ответ сейчас у Алены Груздевой. В студии Алена Груздева. Здравствуйте. Во вторник в Ярославле с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Подробности далее. Некогда нам гревать. Время крышу покрывать. Построив свой шикарный дом, пора подумать про забор. Металлочерепица, профнастил, водосточная система, профильные трубы. Металлопров. 338-339. Во вторник в ночь у Ярославли облачно с прояснениями без осадков. Температура 11 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Магазин Мода. Фирменная мужская и женская одежда, обувь и аксессуары. Уникальные и качественные бренды. Италии, Германии, Финляндии и России. Магазин Мода. Советская 64. Во вторник днем в Ярославле облачно, временами небольшой дождь. Температура 20 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Жилой комплекс подсолнухи. Дом подходит к завершению. Идет остекление балконов. Успейте купить квартиру от застройщика. Светлоярд. 2888-00. На этом у меня все. В студии работала Алена Груздева. Отличного настроения. Увидимся завтра. Через мгновение на городском телеканале сериал «Три мушкетера». История о юном гасконце Д'Артаньяне, который, не познав всех радости и любви, оказывается, втянут во дворот политических интриг королевского двора Любовика Людовика XIII. На сегодня у меня все. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в пабликах городского телеканала во Вконтакте, Фейсбуке, Инстаграме. В студии работала Наталья Пеунова. Хорошего вечера. До встречи завтра на городском телеканале.